Продолжается наше путешествие по винодельням Калифорнии и сегодня мы отправляемся в наше любимое место и к нашему любимому виноделу Грегори Грэм. Уже много лет мы знаем его вина, мы начали их пробовать или попробовали еще когда мы не знали даже где располагается его винодельня, а потом уже несколько раз приезжали к нему в гости. И вот сегодня он нас пригласил на специальную пати, ну такую вечеринку, где он пригласил всех своих клиентов для того, чтобы показать все вина, которые они производят. Ну и конечно же угостить этими винами, провести тест, тестин этих вин и устроить праздник, маленький праздник и встречу со своими клиентами. Его винодельня находится в Лауэй Лейк, это Нижнее озеро и это совсем не та Калифорния, которую мы знаем, она находится далеко от побережья, в долине среди гор, здесь более жаркий климат и здесь произрастают интересные сорта винограда, из которых получается очень вкусные вина. Хотя правильнее сказать, сорта винограда, наверное, будут те же самые, просто произрастая здесь, в этой сухой жаркой долине, вкус у вина получается другой. Здесь находится несколько виноделия, но они не такие известные, как в долине Напа, Санома или Санта-Барбара, но оказывается есть любители этих вин, такие как мы. И вот мы и приехали сюда в гости, проезжаем, любуемся на, видите, там вдали видно это Нижнее озеро и какая здесь Красная земля, на которой родится такой вкусный виноград и получаются такие замечательные вина. Сама винодельня находится на Crimson Hill, в переводе это Малиновый холм и здесь же находятся виноградники. Здесь всегда очень солнечно и жарко, в прошлый раз, когда мы приезжали, было 104 градуса по Фаренгейту, это было почти 40 градусов жары. Вот он, ворота, куда мы должны въехать, и вот она, вайнери, Грегори Грайму. Здесь уже все готово для пати, приехало много гостей и вот эти все вина мы будем пробовать. Но, слава богу, здесь было и вкусное угощение. Вот мы набрали всякого угощения и теперь подходим и берем маленькую дозу вина и тестируем. Наслаждаемся чудесной погодой, после тестирования немножко прогуливаемся вокруг вайнери, смотрим на этот замечательный виноград, который будет в будущем очень вкусным вином. Эта долина находится подальше от океана, за горами, здесь более сухой климат, здесь более жаркий климат. Вайнери Грегори Грэм не очень большая, здесь производят не очень много вин, но вины довольно известны. И, как говорят, что вкус вина зависит не от того, где произведено, а кто произвел его от вкуса винодела. И, как оказалось, есть много любителей вина Грегори Грэм, и сюда приехали и приглашены много клиентов. Вот она, винодельня, там стоят все, что нужно для производства вина. И это сами Грегори Грэм и его жена Мэри Энн. И уже стоит очередь для того, чтобы заказать и купить вина от их виноделин. Мы тоже стоим в очереди, и еще впереди нас несколько семей. Ну, вина всем хватило. К тому же мы заказали то, что мы хотим купить заранее онлайн, и купили даже немножко больше те вина, которые понравились в результате тестирования. И до свидания, Грегори Грэм. Мы очень рады, что у нас была такая возможность. Мы побывали здесь, встретились с нашими друзьями-виноделами. И вам спасибо, что приходили в гости.